МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О мусоре и не только. Представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ответили на вопросы журналистов. Лес рубит, щепки летят. Очередное обращение в городскую дозу. Юбилейная дата. Лицея номер 15 отметил 60 лет со дня образования. Далее расскажем обо всем подробно. Новый тариф за вывоз мусора особенно сильно ударил по кошельку одиноких пенсионеров, которые живут в многоквартирных домах. Неоднократно они обращались к депутатам городской думы с просьбой как-то повлиять на эту ситуацию. Прежде чем предпринять какие-то шаги, народные избранники обратились в другие муниципальные образования региона, чтобы узнать их мнение на этот счет. Практически все согласны с тем, что необходимы изменения. Тем не менее для одиноких проживающих считать разумным ввести плату не с квадратного метра, а с проживающих. Однако у этой инициативы есть и подводные камни. Введение платы, исходя из количества людей, может ударить по многодетным семьям. В любом случае найти золотую середину будет очень сложно. Все равно какая-то категория граждан в определенной степени пострадает. Здесь будет зависеть в определенной степени от стоимости компенсации, которая, возможно, нивелирует вот эту вот проблему. Депутаты решили продолжить обсуждение этой проблемы, чтобы в дальнейшем выступить с инициативой о пересмотре платы за вывоз мусора в правительстве Нижегородской области. Еще один вопрос касался начисления пеней и штрафов за 2013-2017 год, которые Управление капитального строительства администрации взимало с подрядчиков. Укс взыскивал пене, исходя из количества рабочих дней. Однако это нужно делать, исходя из календарных. Строительство моста. Где была просрочка 495 календарных дней? За просрочку исполнения обязательств заказчика при расчете с подрядчиком удержаны пене из расчета 330 рабочих дней в размере 726 тысяч рублей. Однако при исчислении пеней, исходя из количества календарных дней, нужно было начислить более миллиона рублей. Разница составила 363 тысячи рублей. Эти деньги могли бы пойти в бюджет города. Из более 6 тысяч наименований промышленных и бытовых отходов регоператор занимается утилизацией порядка 40. Поэтому вопрос о том, куда выбрасывать ртутные, градусники, батарейки и прочие предметы высокого класса опасности, остался без внятного ответа. Представители регоператора обещали, что разместят подробную информацию на сайте. Либо на нашем сайте, либо найдем, как довести до сведений граждан. Это правильный на самом деле вопрос, что именно входит в зону действия регоператора. И не просто в виде цифры каких-то сухих надписей. Мы доступным человеческим языком постараемся разъяснить, откуда эти отходы образуются, что это такое, что с ними потом делается. И именно то, что касается регионального оператора. Также журналисты озвучили одну из злободневных проблем нашего города. Это грязь и мусор на контейнерных площадках и возле них. В связи с разделением ответственности по сбору коммунальных отходов у жителей возникает резонный вопрос. Кто должен следить за порядком на этих площадках? В зону ответственности оператора входит подбор исключительно того мусора, который упал в процессе погрузки. Все, что разнес ветер, раскидали безнадзорные животные. Или сами жители поленились аккуратно сложить в контейнер. Это будут убирать коммунальные службы города. Так как общая территория по обслуживанию закреплена за центром ЖКХ, поэтому подбор рассеянного сбора мусора в районе площадок за центром ЖКХ. Что касается раздельного сбора мусора, то в этом направлении нужно провести большую подготовительную и разъяснительную работу. Сейчас ведутся переговоры с администрацией города о реновации контейнерных площадок и подготовке их к сортировке отходов. В качестве депутата Государственной Думы Александр Курдюмов приехал в Саров второй раз. В прошлом году он устраивал открытую встречу с общественностью, по итогам которой начал работу по обращению граждан. Кое-где решился вопрос, кое-где мы подтолкнули. Но где-то, естественно, с одного запроса, с одного письма не получается это решить. Мы всем, особенно на личном приеме, я всем гражданам говорю, что все-таки с одного письма, с одного запроса решить очень сложно, потому что нужна кропотливая, тяжелая работа. Именно опять по, скажем так, по всем законным требованиям граждан, по всем их заявлениям мы должны несколько раз даже обращаться в какие-то структуры. Если нет реакции от местной власти, депутат обращается к областному правительству, а затем и в правительство Российской Федерации. Поэтому ждать ответа порой приходится несколько месяцев. Проблемы, с которыми обращаются граждане, схожи. Это и медицина, и пенсии, и безразличие чиновников. Приходили большой коллектив с вашей музыкальной школы. Там есть проблемы по выплатам компенсации, дополнительных денег. И есть проблемы опять же с тем, что эти деньги куда-то были не в то место направлено директором школы. Форму личного приема граждан Александр Курдюмов считает более эффективной, чем встречи с общественностью. И именно при общении за закрытыми дверями можно выявить истинные проблемы, которые волнуют жителей. Помимо широких вопросов, очень часто граждане обращаются к депутату Госдумы с личными просьбами, поскольку другие инстанции на обращение не реагируют. Мужчина приходил, который уже 15 лет не может получить пенсию, так как его опекун деньги берет и, естественно, ему не уплачивает ничего. И этот мужчина даже превратился, можно сказать, в человека без определенного места жизни, хотя у него есть квартира, трехкомнатная и прочее. Чтобы разобраться в этой ситуации, Александр Курдюмов собирается обратиться в Генеральную прокуратуру. В следующий раз депутат Государственной Думы планирует приехать в наш город летом. Геннадий, давай езжай, ты там все знаешь? Езжай. О своем отправлении во вторую командировку на Чернобыльскую АЭС Геннадий Комаров вспоминает с улыбкой. Но тогда было не до смеха. Думы оставались беременная жена и маленький сын. О рождении второго он узнал уже в Чернобыле. Работая водителем, Геннадий Владимирович доставлял бетон для строительства саркофага над четвертым энергоблоком. Было такое, что я три дня там в пол валялся, кровь из носа стекла. Ну, было такое. И здесь скорую вызывали всякое. Ну, сейчас вроде нормально. Спустя 33 года после самой большой экологической катастрофы в современной атомной энергетике, государство продолжает исполнять свои обязательства перед теми, кто рисковал своей жизнью и здоровьем при ликвидации последствий аварии. В администрации Геннадию Комарову вручили сертификат на получение субсидий для приобретения жилья на сумму более миллиона рублей. Ну что, я поздравляю вас. Спасибо, Алексей Викторович. Я поздравляю членов семьи. Спасибо, Алексей Викторович. С начала действия государственной программы по обеспечению доступным комфортным жильем граждан Российской Федерации в Сарове улучшили свои жилищные условия 37 ликвидаторов последствий катастрофы на АЭС в Чернобыле. Новый стадион уже в этом году появится между 14 и 16 школами. На его строительство из городского бюджета выделено 37 миллионов рублей. Подрядчиком выступает дорожно-эксплуатационное предприятие. Будет мини-футбольное поле, будет беговая дорожка, будут еще три площадки. Все они будут огорожены, выполнено будет освещение и будет видеонаблюдение здесь. На этой неделе начался монтаж ограждения. В ближайшие дни планируется приступить к установке водоотводных лотков и бордюров. К середине августа подрядчик обещает завершить все работы. Пользоваться стадионом смогут как школьники, так и жители окрестных домов во внеурочное время. В 10-й школе по опыту нашли возможность для того, чтобы жители активно пользовались этими площадками. Поэтому будем искать пути для того, чтобы можно было использовать в свободное от занятий время эти спортивные сооружения. Еще один объект, на котором сегодня идет работа – детский сад номер 44. Зимой ремонт не останавливался, строители выполняли внутреннюю отделку. Вот этот зимний период, он дал многое. Сейчас, в данный момент, уже планируется выйти и на территорию, на благоустройство. Помимо отделки в саду появится новое технологическое оборудование, пищеблок и прачечный, офисная и детская мебель. Работы планируется завершить к концу лета. Самый проблемный объект, который сегодня находится на капитальном ремонте – 10-я школа. Пока выполнено около 15% от всего объема работ. Отставание в графике – три недели. Это связано с тем, что проект был сделан с большими недоработками. Профессорщики не наши, городские, не городские. Это Самара. Все выявляются, все эти недоработки, в процессе начинания выполнения работы. Которые, по сути дела, нельзя было увидеть при приеме проектной документации. Также задержки связаны со способом финансирования строительства. Деньги идут через Министерство образования, требуются дополнительные процедуры для переводов. Однако, несмотря на сложности, здание планируется принять в эксплуатацию до нового учебного года. Еще прошлой весной на этих тополях набухали почки и распускались листья. Деревья и кустарники отделяли детскую площадку от пыльной дороги и радовали глаз жителей домов. Однако, в этом году зеленые насаждения не дождались периода цветения. Это уничтожение. Это не кронирование, это не какие-то благие дела, это просто уничтожение. Сейчас, если вы посмотрите, вы видите уродливое, пустое, уничтоженное пространство. Ни кустов, ни кустарника. Вот эти несчастные, плачущие, плачущие деревья. Как рассказывают жильцы, коммунальщики срезали ветви деревьев и раньше. Правда, тогда это не вызывало опасений. После последнего визита рабочих управляющей компанией остались лишь большие кучи срезанных веток, пни и голые стволы деревьев. Жители ближайшего дома выяснили, кто решил лишить весь двор зеленых насаждений. Происходит, что заявка одного жителя явилась основанием для вырубки деревьев, обрезки всего. То есть один житель за весь двор, а здесь несколько домов окружает наш двор, за всех решила она одна. Как рассказывает Надежда Барышникова, свет в ее квартире включен даже днем. А все потому, что кроны деревьев не пропускают солнечные лучи. Это подтверждает и заключение СЭС. Ситуацию спасет кронирование лишь двух высоких деревьев рядом с окнами ее квартиры на первом этаже. Только почему-то под эту процедуру попали и многие другие зеленые насаждения во дворе. Меня интересует, чтобы у меня был в квартире свет, чтобы у меня внуки, как раз, рисовали не всегда с лампами. Хотелось бы вот эти вот кроны, вот эти вот обрезы, чтобы они не соединялись, эти два дерева. Вот, вот эту вот крону.